Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Галанта. Я, как всегда, неизменно рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас с вами видео, как подобрать обувь к своему аутфиту. Так что это видео, я думаю, будет интересно и важно для многих из вас. Оставайтесь со мной. В последнее время я все чаще получаю запросы, как подобрать ту или иную обувь к определенному платью или к определенному верху. Поэтому у меня родилась идея создать подобное видео. Итак, в этом видео я вам расскажу про общие советы, как подбирать обувь к платью или обувь к верху. Но в самом начале я хочу проговорить о том, что это не панацея, это не абсолютные советы, это лишь легкие заметки для того, чтобы вас направить в нужном направлении. Вся современная мода прежде всего про нарушение правил, про самовыражение, поэтому не воспринимайте это видео как единственный правильный ответ. Если вы знаете и чувствуете хорошо свой собственный стиль, то вы и сами можете подобрать обувь, даже самые непредсказуемые образы, нарушая все мысленные или немыслимые правила стиля. Но если вы чувствуете в этом месте какие-то сомнения, неуверенность, то слушайте мое видео. Я уверена, что вы в нем услышите много полезного. Итак, я буду проходиться по основным видам летней обуви и говорить, какие именно лучше верхал подобрать к этой обуви. Итак, начнем мы с трендовых мюлей-лоуферов. Вообще, меня тоже часто спрашивают, а актуальны ли они, стоит ли их покупать в этом сезоне. Да, они все еще актуальны. Спасибо Дому Гуччи, который продолжает выпускать свою культовую модель. И сейчас они присутствуют во всех мысленных и немыслимых цветах, что не может не радовать. Итак, мюли классические в стиле лоуфер лучше всего сочетаются с джинсами скини, с обычными джинсами, прямыми джинсами. Мне кажется, что вот это сочетание всегда смотрится стильно и беспроигрышно. И продолжая логику, вы можете сочетать эту обувь не только с джинсами, но и с джинсовыми юбками и с любыми видами брюк. Главное, чтобы они были укорочены, чтобы они открывали вашу щиколотку. Именно укороченные брюки прямого кроя будут самым наилучшим образом сочетаться с подобной обувью. И не стесняйтесь сочетать принтованные вещи, вещи с узором, с этой же обувью, с узором. Вот такая вот работа, когда вы сочетаете несколько интересных узоров, несколько интересных принтов в одном образе, будут создавать самые свежие актуальные образы. Килоты еще одна хорошая идея, как вариация брюк. Главное, чтобы в этом сочетании присутствовал, я бы сказала, деловой или casual smart стиль. Для того, чтобы этот образ выглядел по-деловому, стильно, сдержанно, возможно, с ноткой smart casual. И даже если вы хотите надеть подобной обувью платье или юбку, смотрите, чтобы этот образ выглядел деловым, сдержанным. К примеру, вы можете к платью добавить льняной блейзер, тогда образ будет точно выглядеть гармонично. И тоже, как общий такой совет, уходите в нейтральные цвета, базовые нейтральные цвета. Летом это могут быть молочные, кремовые, освежающие цвета. Тогда образ автоматически, как я уже говорила, будет выглядеть немного более элегантно и соответствовать выбранной обуви. Я вам сейчас покажу свой образ, я его публиковала на канале как One Minute Outfit. И, как вы видите, молочные нейтральные базовые цвета, плюс строгий прямой крой платья. И в итоге это платье идеально сочетается с подобранными мюлями. Но, тоже как вариант исключения, не забывайте о том, что и сами лоферы могут быть с девчачьим настроением. К примеру, если они в цветочный принт. Это тоже мюли Gucci. И, как вы видите, вот такие откровенно девчачьи женственные мюли будут хорошо сочетаться, соответственно, с женственными платьями. Поэтому помните о том, что, невзирая на строгий фасон, настроение обуви придает еще ее узор, ее раскрас. Поэтому иногда даже строгие лоферы могут быть очень женственными и аккуратными. Сейчас на Asos новая поставка и в категории New In, то есть новинки, есть отличнейшая пара классических кожаных черных мюлей. И есть такие же яркого цвета в фуксе, для тех, кто любит эксперименты с цветовыми сочетаниями. И более базовый вариант красных мюлей. Оставляю на всю эту обувь ссылки в инфобоксе, а мы переходим к следующему пункту. Второй пункт, это противоположность, я бы сказала, первому пункту. Если вы любительница женственных платьев, платьев с бантиками, на запах, с рюшами, с валанами, то эспадрильи на танкетке это идеальная обувь для вас. Я уже много говорила об этой обуви и об этих сочетаниях в отдельном своем видео, которое называлось ретро-романтический стиль. И я вам только повторю о том, что если в вашем шкафу много платьев, в цветочный принт, с валанами, с рюшами, то вот такая обувь будет идеальным компаньоном к этим платьям. И даже это могут быть не платья, а брюки, но все равно вот этот откровенно романтический летний стиль хорошо будет сочетаться именно с такой обувью. Идем дальше, третий пункт, слайдеры, slides на английском языке. И это сандалии на плоском ходу с одной широкой перепонкой в районе пальцев. Я вам сейчас показываю самую культовую модель. Это бренд Prada. Они сейчас продаются на Net-a-Porter. Из недорогого сегмента есть хорошие аналоги у Topshop в черном цвете и в красном цвете. Итак, кстати, хочу сказать, что этим летом это стала моя любимейшая обувь. Я ее ношу практически каждый второй, каждый третий день. Подобная обувь идеально будет смотреться с платьями чуть выше щиколотки, то есть средняя длина между мини и макси. Почему именно вот такая длина? Потому что в такой длине визуально остается видна только щиколотка. И красиво, когда эта щиколотка ничем не перечеркнута, ни застежками, ни ремешками. Когда эта щиколотка остается такой же чистой и нетронутой. Именно поэтому вот такая обувь, которая остается щиколоткой нетронутой, является идеальной для платьев или брюк вот такой длины. Четвертый пункт – Kitten Hill. Мы здесь будем с вами говорить о сандалиях-босоножках с каблучком-рюмочкой. То есть невысокий, но тонкий каблучок. Я сейчас вам показываю несколько моделей бренда Sam Edelman. Они продаются на Net-a-Porter. Кстати, черная модель стоит 37 фунтов. Мне кажется, что большую скидку уже и невозможно придумать на эту обувь. Итак, идеальнее всего подобные босоножки смотрятся в минималистичном стиле с преобладанием базовых вещей в вашем образе. Итак, если вы любитель черно-белых образов, черные брюки, белая рубашка или обычные скинь, джинсы и какая-то базовая блуза, базовая рубашка, то вот такие босоножки на маленьком аккуратном каблучке будут подчеркивать ваш изысканный стиль. Это могут быть и юбки, но важно, чтобы ваш образ был построен в стиле базового гардероба, чтобы в нем не было лишнего декора, лишних рюши, лишних элементов, чтобы он был абсолютно нейтральным и чистым. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не фанацея, что это не абсолютное правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать. Все советы, которые я даю, это общее направление. Есть миллион интереснейших способов, интереснейших аутфитов, в которых подобные рюмочки, каблучки, босоножки интересно смотрятся и с женственными платьями, с рюшами и в любом варианте. Но все же, если вы, как я уже сказала в начале, чувствуете себя неуверенной в этой зоне, то прислушайтесь именно моих советов. А мы с вами переходим к следующему пункту. И следующий пункт это кеды, кроссовки. Здесь мы с вами поговорим и о трендовых ugly sneakers, то есть папины кроссовки, откровенно грубые тяжелые кроссовки, и о более базовых моделях белых нейтральных кроссовок. Первый вариант, который мне приходит в голову, это платья или юбки в белевом стиле. Именно атласные юбки или атласные платья будут самым наилучшим образом сочетаться именно с кроссовками. Почему? Потому что эти платья у нас ассоциируются с вечерними выходами, с вечерними нарядами. И мы их комбинируем на день с кроссовками для того, чтобы их заземлить, для того, чтобы подобные юбки и платья выглядели более в стиле casual. И второй вариант, который я хочу вам предложить, это платье в цветочный принт. В принципе, можно сказать, что по той же причине. Это такой вариант уже классики, когда мы цветочные платья или чайные платья носим с белыми кроссовками. Особенно, если в вашем платье есть элементы белого принта. Тогда обязательно, обязательно пробуйте носить это платье с белыми кроссовками. И самый нейтральный классический вариант, это, конечно, всеми любимые кеды Converse. Это, мне кажется, идеальный вариант именно на лето, потому что они выполнены из натурального хлопка, они не душат. Естественно, если у вас не плюс 50 за окном. И второй вариант, это белые кроссовки Reebok Classic. Вообще, я вам уже, наверное, рассказывала про эту пару своих кроссовок. Это единственная пара обуви, вообще единственная вещь в моем гардеробе, которую я купила второй раз. То есть, первую пару я износила до состояния полного физического износа. И в прошлом году купила себе вторую точно такую же пару кроссовок. Оставляю ссылки на эти кроссовки. А мы переходим к следующему пункту. Итак, следующий пункт, это любая обувь с тонкими перепонками, будь то греческие сандалии или босоножки на каблучке с множеством тонких перемычек перепонок. Эти босоножки лучше всего будут смотреться с платьями с мелким узором. Я думаю, что вы сейчас смотрите на картинки и сами понимаете, ведь тонкие ремешки, когда их много, они визуально как будто бы повторяют мелкий принт самого платья. Именно поэтому подобная обувь, особенно если она на плоском ходу, если это греческие сандалии, будут отлично смотреться в стиле бохо-шик с платьями, в стиле бохо-шик с труящимися, длинными, ярусными. И еще один совет, если мы говорим не про множество тонких ремешков, а про несколько тонких ремешков, допустим, один тонкий ремешок вокруг пальцев и второй вокруг щиколотки, то обязательно носите такую обувь с полосатой одеждой, будь то полосатое платье или полосатые юбки, такие босоножки визуально как будто повторяют линию полосок на верхней части вашего тела. Поэтому полосатые платья или просто тельняшки носите с босоножками с тонкими перепонками. И еще продолжаем говорить о подобных босоножках, конечно, это пример идеальной обуви к вечернему выходу. Если у вас есть атласные платья и вы планируете вечерний выход, то именно вот такие босоножки будут подчеркивать изящество женских ножек и самым наилучшим образом смотреться именно в вечерних нарядах. Особенно если ваше платье из шифона. Шифон сам по себе это, можно сказать, что самая воздушная ткань, самый воздушный материал. И поэтому вот такие босоножки тоже по своей сути воздушные, всего лишь с тонкими несколькими перепонками будут поддерживать и повторять легкость шифона. Еще один небольшой пункт в этом видео, это с чем же сочетать мини, прямые платья или прямые юбки, особенно если это платье. Я бы рекомендовала под такие платья выбирать босоножки на широком устойчивом каблуке. Во-первых, с мини всегда есть риски выглядеть слишком вульгарно, поэтому когда мы надеваем обувь на том же каблуке, но на широком устойчивом каблуке, мини не выглядит так вульгарно. Причем неважно, это широкий каблук высокий или немного пониже. Следующий пункт это каблук, широкий каблук средней высоты. Правило, миди равно миди. То есть, если вы выбираете юбки или платья средней длины, то именно широкий устойчивый каблук средней высоты будет хорошо смотреться с этими платьями. А я бы от себя еще добавила, что тоже хороший вариант под мини выбирать вот такие широкие устойчивые, но невысокие каблуки по той же причине, что я и сказала немного ранее. Мини не будет выглядеть слишком вульгарным, если надеть более грубую обувь с широкими каблуками. И последний пункт, последняя обувь в этом видео, которую я хочу с вами обсудить, это flat forms, то есть прямая широкая платформа. И первое тоже, что мне приходит в голову, это опять же мини, потому что эта обувь выглядит грубо, она немного заземляет наш образ. И поэтому, если ее подбирать под откровенное мини, то и мини не будет выглядеть вульгарным, эта обувь будет немного заземлять образ. Причем неважно, это юбка или это джинсовые шорты. И следующий вариант, который я хочу вам предложить, что можно носить с такой обувью, это простые образы, минималистичные образы. Подобная обувь выглядит на ногах, как будто это крупный мазок, допустим, черной краски или крупный мазок белый. Поэтому, если мы наверх надеваем одежду, которая визуально повторяет крупные мазки, одноцветные мазки, то тогда образ будет выглядеть гармонично. И не забывайте о том, что любая обувь имеет разновидности и гибриды. К примеру, те же flat forms могут выглядеть как из-под рели. И в таком случае они будут органично и хорошо смотреться с дняными или хлопковыми платьями естественного природного белого цвета. Все, вот такая кратенькая инструкция у меня получилась. Я очень надеюсь, что в этом видео вы услышали ответы на какие-то свои вопросы, которые вас волновали на протяжении последних нескольких летних месяцев. А я вам буду желать хорошего настроения и солнечного дня. И не забывайте открывать мой инфобокс. Вся обувь, которую я вам показывала в течение этого видео, на всю эту обувь есть ссылки в инфобоксе. Всем хорошего настроения!